Прекратившиеся из-за санкций поставки финской продукции в Россию не лишили петербуржцев, любимых творожков и рыбы. Правда, теперь за ними в соседнюю страну приходится ездить самим. Но это никого не огорчает, тем более, что цены за рубежом ниже. Приграничные магазины сейчас распродают партии продуктов, которые не успели ввести в Россию до запрета. Финский продуктовый супермаркет, заглянула и моя коллега Ольга Сухопарова. Такого спроса на молочную продукцию в приграничных финских городах не было давно. Сотрудники гипермаркета еле успевают выкладывать масло, творог и сыр на прилавке. Вот этот творог мы очень любим. Пока он у нас тоже есть, может быть, не будет когда-то. Поэтому нам знакомые заказали, что купить, что они без этого творога. Все, жизнь кончилась. Творог в корзинке у Натальи из той самой партии финских продуктов, которая не успела попасть в Россию за введенных санкций. У него и этикетки на русском. Цены на эти товары значительно снижены. Полкило масла, к примеру, 2 евро 29 центов. То есть 140 рублей. В магазинах Петербурга такие же пачки еще можно найти. Но по 200 рублей. Лосось, семга, осетр, палтус. За рыбой в магазине надо еще очередь отстоять. Но россиян это не останавливает. Ведь средняя цена за килограмм всего 20 евро. Мы купили рыбу, лосось горячего копчения с сыром. Очень вкусная. До ней ездим. Икру на день рождения сына. Сходить в магазин за границу. Здесь привычное дело. До ближайшего маркета с запрещенными к возу деликатесами 170 километров. Из-за подорожания евро количество машин на пунктах пропуска резко сократилось. Но с введением продуктовых санкций у пограничников и таможней работы вновь прибавилось. Любителям же финского шопинга приходится проводить в очереди по часу, а то и более, чтобы вернуться на родину. Такое количество машин объясняется просто действующая финская виза у каждого пятого жителя Петербурга и области. Я думаю, мы еще увидим увеличение туристического потока из-за санкций к нам. В самом ближайшем будущем мы увидим этот рост. Финский кофе ароматней, шоколад слаще, а моющее средство лучше отмывает посуду. В этот миф свято верят многие петербуржцы. Теперь же соседняя страна становится еще и меккой дефицитных продуктов. Ольга Сухопарова, Кирилл Горецкий, Николя Мунишули, новости Содружества, Лапинранта, Финляндия, Петербург. Как сообщают некоторые российские СМИ, одному из магазинов в приграничном городе Финляндии даже пришлось расширить штат. Настолько выросло у них число покупателей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова